здравствуйте друзья припоминаю я что пару лет назад может быть больше был у нас конкурс на канале конкурс видео сделанных нашими зрителями и был там один очень интересный паренек откуда-то то ли с урала то ли из сибири вот вот откуда-то оттуда и у него была очень интересная история которую рассказал история была такая что он пил запойно пил пил вот как бы что называется не просыхал как-то вот так у него это все происходило и не помнит ничего но был он очень настроен анти американский он смотрел телевидение вот в разных стадиях этого состояния он смотрел телевизор и там все объясняли вот как все плохо и однажды выступал человек который объяснял что англосаксы в целом вот эти вот англосаксы пытаются извести русского человека через алкоголизм то есть они все делают чтобы он спился кедрине фене и вот человек подумал это что ж такое значит я получается на руку англосаксы играю и бросил пить вот так на него подействовал политический аспект что он бросил пить но и начал бросил пить вообще начал как-то жить интересоваться там и дать как и на youtube сходил и туда попал и сюда попал и в общем протрезвев он потихонечку полигонечку приплыла наш канал ну может быть он еще куда-то приплыл но во всяком случае он пришел к мысли об эмиграции и вы можете представить и человек из абсолютно такого чистого безупречного патриота противопоставляющего таски наш народ ну там какой там есть значит англосаксу он значит превратился уже человека желающего отвалить вообще от этой всей баденью почему я все рассказываю удивительная история я когда смотрел это вот его как он рассказывает и как-то у нас на канале есть это видео я надо будет поискать я попробую если найду дам ссылку под видео так вот тут я письмо прочитал ну не письмо комментарий такой развернутый комментарий человек пишет что вот вы тут все предатели родины негодяи значит только вот вам бы только вот эту родину придать я лично пишет он на зло вам всем гадам пойду и буду участвовать в лотереи green card чтобы вам меньше шансов было помните да вот это вот как василия ивановича белые поймали этом шкуру год на барабан сейчас натянем он гвоздем вот вам барабан вот вам барабан вот это примерно в таком же плане он сейчас готов вот вам лотерея вот вам лотерея сейчас пойдет чтоб вам не досталось и я хочу сказать что человек этот безумно рискует он думает что он сейчас пойдет под заполнит эту самую заявку и это для него безобидно закончится это не так поскольку она ему не нужно то шанс на выигрыш у него сказочно высокий вот мы это видим что люди которые вообще даже забыли или не вспомнили и вот я сейчас уже четыре с половиной месяца спустя спустя почти каждый день друзья получить какие-то люди пишут которые вот только что проверили заявку свою то есть они вообще ну еду и там до двадцатом плане было в жизни и вдруг оказался не выиграли хватит прямо один за одним каждый день кто-то выскакивает кто вот четыре месяца не даже и не проверял и вот у него есть высокий шанс выиграть но дело даже не в этом как бы по факту заполнения этой заявки понимаете он начинает катиться по какой-то наклонной плоскости он начинает думать об этом он начинает интересоваться он может пойти послушать какое-нибудь видео токсичная вот вроде моих ну вот сидит человек ну вот я сижу никого не трогаю ну давайте у тебя на дорогу вам ведь какая омерзительная какая-то американская тут хренатень передо мной стоит это мерзость вот вот она отъехала значит кремниевая долина тут все очень дорого тут вообще и белый человек то в редкость ну или уже вот такой как я например вот так что почему бы в общем кошмарное место такое вот он смотрит и вдруг он говорит смотри-ка а там вдоль дороги апельсины смотри-ка кстати вот у нас тут справа вдоль дороги я боюсь что это маслинки тут осыпаются вот прямо сыпется на дорогу друзья маслины при эти безхозяйственность как декоративное дерево стоит тут маслины нашли что посадить форму вы посадили в общем хурма тоже хорошо растет вот и вот он потихонечку начинает смотреть и вдруг он видит что что-то такое свое на что ну скажем я бы и внимание не обратил я только по вашим комментариям вы смотри-ка водитель ездит аккуратно никто никого не подрезает на дороге более-менее чисто хотя мы сейчас пройдем такой участок справа будет что там как-то вот почему-то грязное такое место не знаю с чем связано не убирают что ли там ну что то вот он такое вдруг увидит я не знаю что где он живет с чем он сравнит и вот у него мысли эти предательские понимаете предательские токсичные он подхватит этот вирус сомнения у нас на канале и дальше вот он неминуемо мать и неминуемо придет каким-то мыслям изменническим скажет почему скажет он там ну где он там живет я не знаю в норильске например в сентябре нет такого солнышка или там еще чего-нибудь или вот маслины на улице не растут и вот это начнет его подтачивать 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 и кончится тем что он не только выиграет в эту лотерею кончится тем что к моменту выигрыша в лотерею он уже ни одного дня лишнего не сможет оставаться дома понимаете я таких людей видел вы вы не знаете сколько я их видел вот когда мы в советское время еще вот уезжали я помню у нас приятель был близкий он он уезжал а у него был старший брат и на проводах приятеля старший брат а у него какая-то должность была он там был в техникуме заучим с хорошим английским языком он преподаватель английского вот он значит такой интеллигентный и говорит я не бегу а как вы он говорит ну что я да я да как вообще вот такой может партийный даже был не знаю вот а потом проходит месяца два и где-то я с ним сталкиваюсь на других проводах знать такое время было каждую неделю кого-то провожали вот в конце там восьмидесятых начале девяностых это скорее всего был день девять девятый девяностый год и вот значит встречая его где-то там на других проводах оказывается он уже в подаче и он уже так прямо гать ни одного лишнего дня не могу здесь находиться пойти его колотит от этого вот чего еще пару месяцев назад он был до чтоб я да не когда-то пойти подрыв произошел и вот простое действие по заполнению анкеты на участие в гринкарт лотереи с безобидной и я бы сказал по-своему такой дебиль на патриотической целью дебильный патриотизм он на самом деле выше качеством понимаете он оставляет меньше мнение местные меньше места для сомнений понимаете патриот рассуждающий он рассуждает он сравнивает он сопоставляют у него какие-то мысли есть дебила патриот у него и мысли нет он абсолютно чист как бы помысл в помыслах своих до тех пор пока он не начнет заполнять анкету для участия в гринкарт лотереи в этот момент открывается такая брешь его дебиль на патриотической этой вот энергетики и туда начинает проникать тлетворное влияние каких-то мало патриотических а иной раз и совсем даже не патриотических идей он вдруг начинает думать и приходит к мысли о том что родина и допустим там братва которая в кремле сидит это оказывается разные вещи понимаете и вот если ты любишь родину такие таки родину любишь а не кремлевскую братву так ты ни одного лишнего дня там находиться не можешь видя как братва гробит твою родину по что она ее превращает понимаете тут уж либо эмигрировать либо за оружие браться я не знаю что делать понимаете ну то есть мысли начинают вот нехорошие приходить в голову и я вам вообще мог бы много разных там примеров приводить но я вспоминаю песню у александра галича друзья если вы не знаете кто такой александр галич то конечно я бы на вашем месте пошел почитал я вам очень советую пойти почитать может быть википедии где-нибудь вот у него песни есть он сценарии писал он известный был человек так писатель вот его изгнали из советской страны за безидейность свое время но у него были песни всяких всяко разные и хорошие такие знаете диссидентские можно сказать по-своему и в частности была у него такая песня про простого парня там лесорубом был где-то там в тайге и где-то у него там вот паспорт утонул там я не знаю во время рубки леса или сплавки его не знаю в общем утонул у него паспорт и он пошел там куда-то в таежное там управление где паспорта выдавали отделение милиции может быть и значит чтобы дали ему новый паспорт и в шутку друзья в шутку вот обратите внимание вот так же как этот человек хочет заполнить заявку на green card лотерею не для участия а просто вот ну из дебилу патриотических таких настроений что в общем то можно сказать даже и шутка так сказать можно сравнить с шуткой и вот он в шутку говорит девочки которая там заполняла ему это все выписывала он игра напиши к этому не готовлюсь что я еврей вот такой юмор понимаете и дальше что что произошло шутка это привела к тому что у него произошло изменение личности сначала это произошло как бы в глазах других людей которые там вокруг него работали они годах ты же вот же ты же оказывается то какой так а все своим прикидывался понимаете и вот значит другие люди не поняв шутки абсолютно начинают к нему относиться плохо ну как к предателю правильно вот как как будто он в лотерею green card заполнял апплекейшн и и он потихонечку так вот как-то потихонечку сдвигается в своем сознании и заканчивается песня словами которые я помню хотя не слышал ее лет сорок пять вот заканчивается словами мне теперь одна дорога нет другого мне пути где тут братцы синагога расскажите как пройти понимаете и вот это все начинается с безобидной шутки с безобидного действия по заполнению лотереи green card так сказать для участия окончится тем что эмигрирует друзья эмигрирует вот а когда поймет что там допустим я не знаю в америку у него не получается вдруг хотя должно получиться при таком отношении к делу должно легко получиться значит может он какую-то другую страну захочет может он я не знаю там купит себе паспорт какой-нибудь или там свидетельство о рождении там в израиле мигрирует не исключено что если он начнет интересоваться то выяснится что он вообще если не совсем евреи то может быть даже и наполовину а чтобы в израиль уехать так и на четверть достаточно вот пусть покопается по бабушкам по дедушкам по своим я не посмотрю вот может завтра в израиле там будет это самое вот боевой дух там укреплять в местной армии в общем я к чему говорю о скользком пути друзья скользкий путь начинается и зачастую зачастую с безобидный какой-то шутки с того что ты натянул на свою задницу иностранные джинсы понимаете или там может быть ну вот так ходил в портах да вот были у тебя портки от и друг натягивает джинсы и и пойти становится он американцем или вдруг в машину иностранную залез раньше на которые все ездил и вдруг залез там в жигули относительно иностранные типа итальянские да и вдруг он понял что так жить не может я под конец расскажу когда у нас тут несколько месяцев находилась блогер наталья квик из флориды она очень такой открытый душевный человек и мы с ней на разные темы беседовали и я как-то ей говорю наташ говорю а как вот ты попала бы тоги за границу вот что с тобой такое был эти живет человек в городе рыбинске ярославской области техникум закончила выживала то есть ей пришлось и дояркой поработать и мороженое она где-то там продавала тяжелые времена были и в баре каком-то работала там ее повысили из мороженого она там уже стал там алкогольные напитки разливать и наталья рассказала мне удивительную историю вот прямо вот в этот самый вот вот наш контекст вписывающуюся рассказывает она что в городе рыбинске ну с ее слов я друзья те кто в рыбинске живет и знает больше может быть пусть не будут ко мне в претензии я с натальи иных слов она уж тамошняя она должна знать говорит на весь рыбинск было одно заведение построена иностранцами в качестве иностранцев были ну в то время знать как социалистический лагерь вот в качестве иностранцев были венгры не французы не дай бог не немцы не итальянцы чтобы я также это были просто венгры венгры построили ну что там было я не знаю то ли гостиницу то ли ресторан то ли кинотеатр ну ну не знаю вот вот то место где работала наталья была построена венгры пусть это будет гостиниц и это в городе рыбинске было чем-то таким знаете западным то есть вот если ты хочешь культуры если ты хочешь западного вот ты идешь в это место и там можешь там скушать там какой-то рагу выпить рюмочку и вот там наталья допустим тебе сделает коктейль и целый день почему-то то ли у них как-то не знаю не было разнообразие музыки но целый день или вечер там эту смену которая она там стояла там играли beatles и вот значит во первых она полюбила beatles с тех пор но еще раз это с ее слов значит она она полюбила beatles у меня такая же история с высоцким было мы однажды отдыхали есть такой поселок джемете под анапой и мы там отдыхали буквально за стеной от лагеря мгу и в лагере мгу это был год 64 5 там все время крутили записи с концерта высоцкого который был в мгу крутили в течение дня там 1 5 короче я вернулся в москву я уже знал там сотню песен высоцкого хотя высоцкого тогда очень мало кто знал но вот я я вот с этим приехал вот так же наталья значит заполнилась в художественном смысле песнями beatles музыкой beatles и вот эта обстановка культурная которая там была ну то есть что-то такое я понимаю так что-то полированное что-то блестящее что-то такое ну знаете не не топором сделанная а как-то вот может быть с отверткой или там чем-то таким более нежным инструментом вот и вот это произвело впечатление и она сказала себе я хочу жить вот среди вот этого вот я не хочу возвращаться вот в ту квартиру вот в тот дом в тот двор вот но не знаю были ли у нее мысли там про те рожи может быть круг кружим это не относится но вот вы понимаете о чем я и она сказала себе хочу жить за границей вот так казалось бы а прикоснулась то к чему она там прикоснулась к венгерскому вы же понимаете да и даже венгерская если ты живешь в рыбинске например да в то время в советское это для тебя как я не знаю там на марма на марта попасть и в кафешке там сидеть понимаете с пикассо каким-то беседовать в общем это было нечто и вот о скользком пути друзья наш сегодняшний разговор о скользком пути о том что движение по скользкому пути начинается с одного первого шага этим первым шагом может быть шутка дурацкая напишите мне в паспорте там что-то такое может быть я не знаю там случай какой вот родину хотел защитить понимаете ли там воспрепятствовать изменником и вот раз и вот это вот и начинается скользкий путь но уже под конец поскольку я скоро буду на работе у меня урок сегодня буквально через ой через три минуты но я успеваю значит я вам расскажу случай поступил я в институт связи это был 73 год но буквально первые числа сентября вот как сейчас буквально вот 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 писать себе вот такое же время как сейчас но в 1973 году мне 17 лет и значит у нас институт связи там комсомольская организация института связи с правами райкома то есть она ведет учет на комсомольский учет становишься прямо там и там есть комнатка там сидит девочка хорошая такая молоденькая такая девочка аккуратная такая вот и она записывает ну во время переменки мы там с ребятами из группы побежали нас там было человек 5 мы туда прибежали чтобы быстренько встать на учет и вот девушка начало записывает так аккуратно да а я я как-то так был из нашей компании я был первым и она там спрашивает там имя гу михаил там пару фамилия партнов национальность говорит национальность и пишет русский в этот момент уже пишет я еще не ответил она уже пишет я бы еврей она ой говорит она значит за и зачеркивает замазывает и так аккуратненько рядом значит пишет еврей в какую-то форму свою там на картонке такой ну записала дальше следующий приятель у нас был в нашей группе учился мальчик его звали стас русинов и стас не понял юмора это бы точно не он 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 понял но как-то по-своему и стас русинов ей говорит значит она тоже как как значит имя он говорит стас ну может быть станислав я не помню как его полным все все звали стас стана пишет там станислав фамилия гатру сенов пишет русинов но тут девушка уже понимаете девушка уже научена горьким опытом со мной и уже она слушает прежде чем писать и она ему говорит национальность спрашивает она его и так смотрит на него хорошенькая такая как как сейчас я помню ласточка вот а он пошутил как песни у галича и он ей говорит ну типа мол уже не выгодь якут говорит он ей и она ему пишет якут уже ну что же не понимаю юмора вот и у тут он к начинает там руками махать битты что гадаю будет еще год юмора не понимаешь она быть но я же спросила к чему рассказываю друзья вот так и проведение ты-то типа пошутил она юмора твоего не поняла или заказ приняла понимаете там нет плюсы и минусы вот человек заполняет там лотерею значит green card проведение сверху говорит green card человек интересуется и там нет такого знака с плюсом интересуется или с минусом там есть просто интересуется и все не понимают они вот плюс или минус говоришь дерьмо и тебе начинают отваливать дерьма может быть ты пошутил а она в твою жизнь тут же раз и прибежала целым составом ну чем больше думал тем больше прибежала то же самое подумал лотерея green card бах тебе выигрыш все друзья 100 я прибыл на место буду сейчас работать это значит что пять часов у меня урок дам студенты я им буду рассказывать как в америке работу искать можете представить да ну и мы с вами тогда прощаемся помните друзья о том что скользкий путь начинается с первого шага всякий скользкий путь друзья начинается с первого шага до скорых встреч и и и и и и